Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Посла Соединенных Штатов Российской Федерации Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел России и вручили дипломату ноту протеста из-за неприемлемых, по мнению российских дипломатов-гопников, высказываний президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в адрес российского правителя Владимира Путина. По мнению Министерства иностранных дел России, которое обычно транслирует пожелания администрации президента Путина, подобные заявления Байдена ставят отношения двух стран на грань разрыва. Российскому руководству не понравилось то, что 16 марта президент Джозеф Байден, ранее уже называвший Путина убийцей, назвал его военным преступником, а на следующий день смертоносным диктатором и бандитом. Действия России в Украине президент Соединенных Штатов архатеризовал абсолютно точно, как бесчеловечный. И очевидно, что эти четкие жесткие оценки личностных качеств президента Российской Федерации и его политики в Украине не могут нравиться Владимиру Путину. Ну, не нравится и не нравится. Нравится и не нравится? Терпи, моя красавица! Именно так теперь о Владимире Путине будут отзываться и Джозеф Байден, и другие руководители стран цивилизованного мира. И Владимиру Путину, и тем российским руководителям, которые до сих пор не поняли, что им необходимо срочно избавляться от своего правителя, нужно уяснить очень простую вещь. Вообще не имеет никакого особого значения, как называет Джозеф Байден Владимира Путина. Имеет значение лишь то, что у американского президента четкий план экономической войны с Российской Федерацией. План, который должен привести к краху российской политической системы, к краху путинского режима, а возможно и к перестройке самой российской государственности, к превращению террористической организации, которая сейчас убивает российских солдат, которые были посланы уничтожать Украину, украинских граждан, которые становятся жертвами этих солдат, женщин и детей, которые попадают под обстрелы или нарочно уничтожаются российскими военнослужащими, в более не менее цивилизованное образование, с которым можно иметь дело. Потому что нынешняя Российская Федерация интересует мир исключительно с одной точки зрения. Сколько еще людей Путин убьет в Украине? Какие у него дальнейшие агрессивные планы? И не нажмет ли он в какой-то момент ядерную кнопку, таким образом, решив уничтожить само человечество? Никакой другой роли в современном мире Российская Федерация, может быть, к сожалению, какого-то количества ее граждан, а может быть и нет, больше не играет. К Российской Федерации относятся как к государству-палачу того мира, в котором мы живем. К Владимиру Путину отнюдь не только Джозеф Байден относится как к смертоносному диктатору и военному преступнику. Собственно, это ведь не оскорбление. Это ведь констатация фактов, которые все мы сейчас наблюдаем. Одни на своих телефонных и телевизионных экранах, а другие и закон своих домов, если им, конечно, удается выжить. Уничтожение детских больниц и родильных домов, обстрелы школ и убежищ для беженцев, расстрелы людей прямо в гуманитарных коридорах, среди которых старики, женщины и дети. Все это военные преступления, напоминающие нам о практике Второй мировой войны, о практике гитлеризма и сталинизма. Владимир Путин даже ввел уголовное преследование для лиц, которые сравнивают сталинизм с гитлеризмом. Я должен сказать, что эта статья очевидно устарела. Теперь с гитлеризмом можно сравнивать путинизм. Даже Иосифу Сталину с его военными преступлениями и ГУЛАГам по многим направлениям не удалось дотянуть до действующего президента Российской Федерации. Как к этому относиться в мире, где жизнь, по крайней мере в 21 веке, превратилась в ценность? Где никто не считает, что война это продолжение политики другими средствами. А все прекрасно понимают, что война это самое настоящее преступление. Как может цивилизованный мир смириться с подобными действиями Владимира Путина? Неужели самым главным моментом для российского руководства имеет то, как Владимира Путина назвал Джозеф Пайден? Да, ну конечно имеет, я совсем забыл, что для Владимира Путина сутью его пребывания на посту президента Российской Федерации является возможность поддерживать диалог с президентом Соединенных Штатов в качестве одного из лидеров современного мира. Руководителя страны сверхдержавы, который пытается притвориться в проржавевшая бензоколонка Российской Федерации. Ну что ж, Джозеф Пайден сделал все возможное, чтобы Владимир Путин не начал войну против Украины. Разговаривал с ним столько, сколько необходимо было разговаривать. Я думаю, даже больше, чем нужно было разговаривать с отпетым преступником. А теперь все. Все красные линии, ну помимо использования ядерного оружия, которое может уничтожить человечество, Владимиром Путиным уже переедены. Для цивилизованного мира российский президент стал изгоем. Разговаривать с ним, так сказать, себе дороже. Для репутации, для будущих политических планов. Ну и с точки зрения просто самоуважения. И уважения к собственным гражданам, к собственным избирателям. Которые всегда могут задаться вопросом. А как можно было жать руку человеку, у которого она вся в крови. Который каждый день отдает своим так называемым военным, а по сути террористам приказы. Убейте детей детской больницы. Убейте роженец в родильном доме. Убейте беженцев в Мариупольском театре. Убейте, убейте, убейте. Потому что такое ощущение, что Владимир Путин просто питается смертью. Образ пожирателя смерти из недавних литературных произведений. Оказался как раз создан для него. Для точной характеристики той самой деятельности, которой Путин занимается. Поэтому не стоило ни российскому президенту, ни Министерству иностранных дел Российской Федерации обижаться на американского президента. И уж тем более не стоило пугать американского президента полным разрывом отношений между Российской Федерацией и Союзными Штатами. Этих отношений и так уж практически нет. Есть экономическая война против злодейского государства. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него. Подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Мира вам!